Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Лесли Корвин. Партнерство без письменного соглашения – это русская рулетка. Вы знаете, сейчас такое время, что и письменное соглашение нарушается. Людишки пошли не те. Раньше было действительно слово. Человек давал слово, и это слово отражало его суть, что вот он дал слово, и он его сдержал. А сейчас людишки пошли. Сейчас нету таких личностей, которые действительно могли ответить за свои слова, за то, что они предложили, за свой договор. Поэтому и получается партнерство без письменного соглашения. Русская рулетка – повезет, не повезет. То есть это как раз отражает наше время. Кто кого обманет, а не то истинно доброе, человеческое, когда судили по человеку. Вот это дал слово, сдержал. А сейчас договор. Ну, ерунда какая-то. Джеффри Эммельт. Самое лучшее, что может сделать компания для общества – это создавать рабочие места. Ну, здесь, как бы сказать, это вот одно из таких, может быть, качеств, что создаются рабочие места. А вот если вспомнить компанию Apple, она как раз создала продукт, который мы тут пользуемся. То есть это важное, так сказать, важное понятие и разные понятия. Можно действительно создать продукт уникальный, компания создала. А можно просто, конечно, рабочие места создать. Это тоже хорошая вещь. Ну, это, вот это еще и, знаете, упрек нашему обществу, что вот общество такое, что ему надо создавать рабочие места. Что человек какой-то бесправен, что ему надо рабочие места. А где ты сам? А почему ты сам не можешь создать нечто такое, чтобы тебя кормило, чтобы ты был как-то доволен? Какой-то, знаете, неправильная такая вот мысль, на мой взгляд. Ларри Эллисон. Не думайте, что они правы, потому что они авторитеты или эксперты. Думайте сами. Молодец. Просто Ларри молодец. Думайте сами. Сверяйте со своим собственным опытом, со своими знаниями. Судите по конечному результату, что вам помогло, что нет. Во всех этих отраслях своей жизни. А когда вам что-то тут говорят, а на самом деле, они просто-напросто, знаете, как по-простонароднему, крутят поганку в собственных интересах. Поэтому думайте сами, всегда думайте сами, кто бы, что бы вам не говорил. Даже я вам что-то тут рассказываю, а вы меня выслушали, ага. Ну, вот тут вроде бы согласен, а вот тут совершенно нет. Джек Уэлч. Просто удивительно, как хорошо могут работать люди, когда им не мешает начальство. Хорошая мысль. Главное, поставили задачу. Задача поставлена. Выделены средства. И в конце маячить хорошая премия. И люди сами найдут, как это сделать. Сами найдут. Вы знаете, я вот столкнулся с тем, что у меня пропал сход-развал на черной машине. Lexus LS 430. И вот куда я только не обращался. Обращался. И толку никакого. Где-то сбить сбили. Тоже по моей наивности обратился к хорошему там частнику. А он там что-то накрутил, что только испортил все это там. Сход-развал там все там. Геометрия колес. И я тогда, знаете, что сделал. Сказал простым, простым ребятам, которых я там знаю с автосервисом. Я им сказал, вы знаете, вот я даю вам такую сумму, если вы сделаете. Не испортив, естественно, там машину. Все было сделано. То есть важно заинтересовать. И не давать дальше каких-то ЦУ, не зная дела. Тед Тернер. Я повторял себе с раннего детства. Хочу быть властелином мира. Емкая точная формулировка помогает мне жить по-крупному. Не размениваясь на мелочи. Я не приемлю слабость, проигрыш, неудачу. Моим кумиром всегда был Наполеон. Сошлюсь на свой собственный опыт. Когда я начал заниматься тяжелой атлетикой. Пацаном. Там 15-16 лет. Я думал стать чемпионом мира. Вот только чемпионом мира. И все. Бить рекорды. Чемпионом мира я не стал. Но зато выполнил норму мастера спорта. Я даже перевыполнил. И помню ребят, которые хотели просто выполнить норму мастера спорта. Они были и лучше меня. И как бы сказать, для тяжелой атлетики более они приспособлены. Но ничего этого не добились. Важно, важно. Видите, с раннего детства хочу быть властелином мира. С раннего детства. Ну это, ну можно с раннего детства. Но вообще каждый человек должен сам себя возвысить. Вот я веду канал. И вы видите, я практически ни в одном видео никого не унижаю. Я стараюсь возвысить человека. В комментариях тоже я стараюсь возвысить. Либо там просто сказать, если вы не готовы, вот почитайте там мои библиотеки. То есть важно самого себя возвысить. Вот самовозвышение – это большое подспорье для вашей самореализации в целом по жизни. И это же, вот именно эта формулировка помогает мне жить по-крупному. То есть не размениваться на какие-то там мелочи. Когда человек, ну он в своем уме, допустим, не клюет на предложение, какое-то мелкое предложение, вот сделай вот это, получишь то. Он только, зная себе цену на какую-то, грубо говоря, работу такую крупную, за которую он получит, уж так уж получит. Лично я так делаю. Я не мотаюсь там по этим самым, по студиям, хотя меня постоянно зовут. И я только езжу за деньги. И, возможно, я один из немногих, которые это делают. Большинство согласны просто-напросто показаться на экране. Не, мне это не надо. Если показывается, то, значит, за что-то. И так же, вот, как Тед Тернер, он сказал, вот, по-крупному. Ну, я уж не хочу сказать, что мать меня с детства, говорит, мой королек. В чем королек? Что за королек? Не знаю. Но, тем не менее, мне в свое время хотелось создать, когда я прошел вот этот вот круг по оздоровлению, создать такую систему естественного оздоровления, которая бы подходила всем. С учетом индивидуальной конституции. Учета индивидуальной конституции ни один метод, ни одна система не имеет. Потому что пейте соду, для одного подошло, а для другого там, она не подошла там, или он неправильно принял. Вот, так вот, мне хотелось вот такое вот сделать, действительно, по-крупному. И, сделав по-крупному, я и получил более-менее, видите, по-крупному. У меня есть дом, домовладение там, садик, матик и прочее, прочее. То есть, вот, что действительно подразумевается по тем, что мыслить по-крупному и не размениваться по мелочам. Хотя, будем говорить, и слабости бывают, и прогроши бывают, и неудачи бывают. Но это необходимо для того, чтобы вы становились сильнее. Должна быть какая-то слабина, которую три преодолеешь. Например, такая слабина мне говорит, вот у тебя тут белые там пятна. Я про них уже рассказывал. Я был в свое время очень стеснительный из-за этих белых пятен. Потому что как раз в семилетнем возрасте я попал под машину. Они у меня возникли. Ребенок, все, комплексуется, какие-то пятна и так далее. Там дети на тебя смотрят. Оказывается, они особо и не смотрят на тебя. И девчонки на тебя тоже не смотрят. И просто в голове что-то там создал. Вот какой-то, знаете, комплекс неполноценности. Вот, вот это какая-то слабость. Вот эту слабость, знаете, я преодолел. И сейчас там, несмотря на то, что пятна белые, зубов нету, там как-то там лысый и так далее. Я просто-напросто знаю себе цену. Что, чего я добился. Чего мне это стоило. И что мне удалось, а что мне не удалось. И почему. И что для этого надо сделать, чтобы это получилось. Где-то я еще работаю. То есть преодоление слабостей. Прогреш. Да, вот допустим прогреш. Вот в целебной кулинарии. Я вложился, снимал в Москве целую, целую квартиру. Там платил такие деньги, о которых лучше не говорить. Только за то, что я ее снимаю, живу у нее. Сделал хороший проект. Все это такое. Ну, вот, оказался не нужен. Ну, не нужен прогреш. Ну, прими его. Ладно. Неудача. Можно и к неудаче. Отнести. Но, тем не менее. Ну, допустим, там можно даже так сказать. С каналом. Вот канал медленно развивается, развивается, развивается. Но, тем не менее, я не бросаю это дело. Я это дело делаю. И в то же время есть прекрасные, будем говорить, вот победы. Я вам рассказывал, что с моей там, с моим позвоночником произошел там такой. В течение жизни все это накладывалось. А в 2015-м где-то году вот это вот случилась травма. Когда я начал заниматься гравитационной гимнастикой, сам. И вместо того, чтобы, так как не было всех этих устройств, я начал вместо двух ног, которые должны давить, использовать одну. И мне так там перекривило, заклинило, что я потом и ходил, и показало мне этот МРТ, этот, не только в поясничном отделе, а там у тебя весь позвоночник, как говорится, от пасти до хвоста, там полная развалина. Это рыжий шмоля-моля и так далее. Вот, 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 вот это. И, тем не менее, я нашел. А как нашел? Вот очень важно из всего вот этого, знаете, из этой руды выбрать вот эти золотые крупинки знаний и применить к себе. И нашел вот эти вот золотые, так сказать, зернышки и применил. И я хожу. И более того, я сейчас, знаете, вот раньше скованность была. То есть, 66-й год как-никак идет, и человек встает, он чувствует себя какой-то скованность. Вроде бы потом расходился, ничего. Я уже о болях молчу, что скованность. А теперь даже эта скованность пропадает. Видите, какие? Мы инкумировали, всегда был Наполеон. Я бы не сказал, что для меня, вот, лично, знаете, я вот согласен с Тедом на кого-то там равняться. Чем больше мы узнаем о какой-либо личности, тем больше мы проникаем к нему симпатии. В некотором смысле для меня тоже Наполеон никому не известен. Ну вот сам, понимаете, сам все это раз и заставил, чтобы все, как говорилось, вертелось вокруг него. Не он вокруг чего-то, а все вокруг него. Ну это, конечно, такое умение, это, конечно, такая харизма, это, конечно, такая энергетика. Это многие такие интересные вещи для того, чтобы вот все это ярко быть. И действительно можно, знаете, и я вот здесь, как бы сказать, согласен даже так вот. Вот моя там супруга, прекрасная женщина, она, я там считаю, как бы сказать, надолена и талантами, и прочими-прочими вещами получше моего. Но она вот живет скромненько, скромненько, а тут, как бы сказать, без вызову к обществу, что я, смотрите, такой-сякой, вот я там то-то, то-то, рота, то-то. А вот, знаете, вот так не поставить, а так построить свою жизнь, построить свои дела, чтобы вы, как радуга, заблистали и на вас обратили внимание. Не навязчиво, но все поняли, что это действительно суперстар, без подавления какого-либо. Ну, примерно так вот. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровьица и до новых встреч!